Всем привет! Я Виктория Исаева, писатель и видеоблогер. Я Алексей Кресков, психолог-консультант, когнитно-аналитический психотерапевт. Мы сегодня решили поговорить о мужчинах-пикаперах. Вот я тебе скажу честно, насколько я люблю, нежно, искренне обожаю старых добрых бабников. Понимаешь, вот бабники, мачо, дон-жуаны, ну, интимофобы, да, в твоей, наверное, терминологии. Ну, вот природные, понимаешь, натуральные, да, кто вот он, он природой такой. Он не ходил ни на какие адские курсы. Горячий парень. Да, он просто горячий парень, он любит дарить свою любовь. Вот я люблю такой тип мужчин. Они прикольные, с ними весело. Да, с ними не сваришь каши, не построишь серьёзных отношений, зато там море драйва, позитива, адреналина, хороших впечатлений, воспоминаний. Будет что внукам рассказать. И они несколько расстрелов. Да, у них всё нормально, они как бы заряд расстреливают, расстреливают, всё чётко, да, отработано у них. Вот, и я как бы очень хорошо отношусь к таким вот типажу сердцеедов, да, и бабников. Любишь ты женщин? Без проблем, у меня нет к тебе претензий. И вот настолько же сильно я не люблю пикаперов. Вот не люблю всё искусственное. Искусственные газоны, искусственные деревья, искусственные вот эти вот методики соблазнения женщин. А ты что думаешь? Ну, я думаю, что мало кто их любит, если говорить с точки зрения девушек, потому что я думаю, что есть даже уже фобия такая сформировала, что а не пикапер ли это человек? Вообще есть много предрассудков по поводу пикапа, как и положительных, так и негативных. У меня, как у консультанта, как у психолога, практикующего, есть очень серьёзная предъява, да, к этой истории, но тут надо разбираться. Давай, мочи прямо сразу. Как и у тебя предъява. Да, во-первых, есть полное некоторое непонимание, что такое пикап, и вообще, как это выглядит, и что происходит на тренингах по пикапу. Вот ты что об этом думаешь? Есть ли у тебя пострадавшие, есть ли у тебя там разочарованные, или почему девушки и так боятся? В чём там женская часть нашего? Ну, на самом деле, кстати, девочек, пострадавших от пикаперов, я вообще не встречала, на самом деле. У меня есть только два знакомых мальчика, которые ходили на тренинги по пикапу. И один это пикап салага, а другой это пикап гуру. Прям реально пикап гуру. Ну, я бы его уже не назвала пикапером. В чём гуру? Гуру, ну, что он реально может нахлобучить, ну, практически любую. Ему это даётся очень легко, но, если честно, я думаю... Ты считаешь, что это благодаря тренингу? Не думаю. Потому что он симпатичный, у него кубики прессы, у него мерседес, у него доход там от миллиона в месяц, ну, а кто не даст? А зачем здесь пикап? И при чём здесь пикап? Да, да, то есть, ну, пикап это, может быть, была когда-то какая-то там история старая, да. Я думаю, что он этим денег зарабатывает? В смысле? Он не ведёт тренинги? Сейчас нет. Я думаю, что он ошибается о том, что ему помогают какие-то тренинги. Во-первых, давайте разберёмся, что такое пикап. Изначально вообще история пикапа – это спор. Это спор пацанов на какую-то девушку, где ставится какая-то ставка. Они об этом не знают. Спорят три парня. Вот это классика, английская классика именно пикапа. Три парня поспорили, кто из них первый с ней переспит. Ящик пива. Как бы это ни было сейчас цинично. Вот это тот самый пикап, который являлся просто спором. Дальше потом, как и в развитии тренингов по личностному росту, из этого сделали целую некую методику. Некую методику соблазнения а-ля. Вот здесь я хочу развеять много мифов, потому что это неправда. Вот мы говорили о тренингах для личностного роста для женщин. Вот на этой же основе делаются тренинги по пикапу. Кто туда приходит? Туда приходят мальчики или мужчины, у которых очень большая проблема с самооценкой. Они вообще не могут познакомиться с девушкой. Им вообще тяжело. Это социофобы. Это ребята, которые очень неуверены в себе. Это ребята, которые не знают собственных внутренних возможностей и не знают, как реагировать, если им откажут. Они настолько закопрещены, что им нужна некая, опять же, прокачка и поддержка. Что если тебя откажут, в этом нет ничего страшного. Что если будет так, то это не та-та-та-та-та-тем. То есть это, опять же, иллюзия накачки подъема самооценки. Объясни мне вот какой момент. Вот, допустим, есть мальчик неуверенный в себе, да, там, с низенькой самооценочкой такой. Ну, в обществе их называют задрот, да, грубое, неприятное слово. Может быть, он себя даже таким считает, может быть, он таким не является. Почему из всех возможных вариантов он не идет в спортзал накачаться, стать атлетом, чтобы девчонки сами на него прыгали. Он не идет там зарабатывать бабки, да, опять же, купить себе Мерседес, стать вообще супер, там, бизнесменом, чтобы на него девчонки сами прыгали. Он не идет работать и развивать свои ресурсы, да, там, физические, умственные, еще какие-то. Он идет прокачивать конкретно вот навык соблазнения, да. Почему он хочет утвердиться именно за счет женщин, не за счет, там, каких-либо других атрибутов? Ты знаешь, здесь два момента. Первый момент в том, что люди по умолчанию очень ленивые. Зарабатывать деньги, придумывать бизнес, ходить в спортзал, соблюдать диету, напрягаться – это для многих, как ты говоришь, задротов, вообще в целом для человека это влом. Человек – существо ленивое, оно хочет, чтобы давалось все по волшебной таблетке. И вот тут многие идут на эти тренинги с задачей получить волшебную таблетку, чтобы им сказали алгоритм что делать, что не делать, и все им будут в кавычках давать. Вот это еще одна иллюзия, которая касается не только пикапа, но и вообще в целом жизни. То есть поиск волшебной таблетки, неких слов и алгоритмов, которые очень легко позволят заниматься сексом с той девушкой, с которой он хочет. То есть фактически у меня, допустим, круг жира вокруг живота, у меня чахлый бицепс, у меня нет машины, у меня нет денег, но Люська мне дала, ху-ху, я мужик, я супер-мачо. То есть такое вот простое двухходовое самоутверждение. Смотри, опять же, здесь надо просто тонко понимать, что это за люди, кто туда идет. Первое, то, что я сейчас сказал, это история, ребята пытаются получить рекомендацию и таблетку, чтобы не напрягаться. Напрягаться в социальной жизни, в спорте, не хочется, хочется вот получить это. Это первое. Второе, они не имеют навыков, потому что их самооценка базовая в отношениях с отцом и с матерью подорвана. Например, мальчик, который жил без отца, с бабушкой и с мамой, это история про то, что он не имел кумира, не имел идола, не имел такого отца, такого наставника, авторитета, за которого он будет идти. Там многое могу рассказать историй, как теряется именно самооценка. Но, опять же, это с отцом. Что девочке с отцом, что мальчику с отцом. Эти ребята просто социально дезадаптированы. И они вынуждены идти на такие тренинги, потому что в нашей стране нет нормального количества психотерапевтов, которые могут работать с самой сутью проблемы социофобии, с проблемой с самооценкой. Вторая ошибка, которую делают ребята, им кажется, что чем больше галочек они поставят по поводу, что я с ней переспал, они что-то там доказывают себе или поднимают. На самом деле это тоже иллюзия. Но главное – это история, кто туда приходит. Это люди, которые либо пытаются найти легкий путь, либо те, которые пытаются доказать самому себе. То есть это комплексы. Большие машины, спикапы, количество девушек, с которыми я переспал – это все замазывание очень сильного комплекса неполноценности. Полноценному мужчине не надо ходить на какие-то тренинги, учиться, соблазнять девушку. Он настолько уверен и в себе, он может сидеть, и уже он все сделал. Он молчит просто, сидит, пьет кофе в кафе. Он все сделал. Ему не надо стараться. А людям, которые надо стараться, чтобы произвести впечатление на девушку, это уже история проблемы. Но есть еще, наверное, третья история. Мужчина, который, я назову их так, инвалид любовного фронта, чье сердце было разбито, он сильно обломался. Он сказал, какая любовь, вы что? Все, больше никаких. Теперь только вот так вот. Пошла, пошла, пошла. Да, конечно, ты права. Но я хочу нашим зрителям сказать, как человек, который больше там уже 6-7 лет работает с людьми, есть два момента. Первый момент, который я хочу сказать, что нету конкретных техник, нету девчонки каких-то гипнозов, нету каких-то секретов на этих тренингах. Я могу вам про все это рассказать очень подробно. В этом нету никаких манипуляций, никаких секретов. Все очень просто. Если хочешь, я это спалю. Давай, давай, давай. Спалить можно очень легко. Суть пикапа заключается в том, что там нету ничего необычного, там нет каких-то волшебных гипнозов, на которые девушки, как начат, там ведется. Здесь же является ответ, почему это может быть так опасно и травматично. Во-первых, есть такое понятие в твоей культуре, как якоря. Есть, да. В нашей культуре, в науке это называется условный и безусловный рефлекс, где ты можешь создать или были созданы определенные условия, например, запах, какое-то помещение, музыка. Атмосфера. Атмосфера. Это все может являться определенным условным стимулом к воспоминанию. Представь себе девочку, твою подругу, у которой с папой были очень тяжелые травматичные отношения, которая нуждается в этом папе. Папа ее бросил или папа был холоден и дистанцирован. Она нуждается в этом папе, а-ля в папе, да, в этой любви, в этом тепле, в этой потребности. Ее замечает парень, который считается пикап-гуру. Он начинает ставить себе задачу, что ему надо с ней переспать. А чтобы с ней переспать, ему надо произвести на нее впечатление. И он начинает потихонечку-потихонечку изучать, что ей нравится. Какая ей нравится музыка, какая нравится еда, какую вообще культуру она изучает, чем интересуется. Знакомясь с ней, он начинает подстраиваться под историю ее интересов специально и делает определенные вещи. Например, пишет, звонит, оказывает, проще говоря, что? Оказывает внимание. Ту теплоту – это искусственная такая специальная попытка пробиться в самую важную часть ее психики. А теперь представь, что у нее такая была потребность именно из-за детской травматизации. И он туда попадает. У нее сердце раскрывается. Она говорит, ё-моё, вот он. Вот оно, да, наконец-то. Вот он. Происходит секс, и он пропадает. И что с ней происходит? И ее отковыривают от асфальта. Вот это трагедия, которую вот эти парни не понимают. Я работаю каждый день с огромным количеством людей. В неделю под 70 человек. И вы не поверите, не бывает месяца, чтобы я не сталкивался с жертвами вот этой истории, где парень попал своими действиями, словами в очень травматичную историю девочки. Она разрушилась настолько, что она, во-первых, а, никому больше не верит. Если она выжила, она никому больше не верит, она больше ничего не захочет, она больше никому не пойдет. Не откроется, и там надо будет проявить недюжую способность психотерапевта, чтобы ее открыть, раскочегарить, как-то зажечь этот огонь жизни дальше. Это очень опасно, поэтому тем вот этим парням безголовым, которые пытаются вот специально попадать в какие-то вещи, вы не догадываетесь, куда вы можете попасть и как вы можете эту девочку просто разрушить. Ты знаешь, а я бы с тобой тут даже поспорила. В том плане, ты сказал, я там вот встречаю этих девочек, жертв пикапера, и пикаперы даже не понимают, каково их жертвам. А я бы сказала, пикаперы отлично понимают, и они сами через это проходили. И именно так они в пикапе оказались, потому что пикаперы не идут в эту культуру от хорошей жизни. Вот ты вот замечательный, чудесный, счастливый мужчина, ты просыпаешься утром, идешь в спортзал, солнышко светит, девчонки улыбаются. У тебя не будет потребности идти, разводить, соблазнять, подстраиваться и корить, чтобы потом не взять трубку. Вот не будет у тебя такой потребности просто, если ты не пережил это сам. Ты говоришь, я бы не стал бы, ты права, но надо вот, если мы возьмем аудиторию людей, которые идут на тренинге по пикапу, что уже является обманом, половина аудитории это больные люди, которых либо насиловали матери и отцы, и которые хотят делать больно, об этом мы еще поговорим, и которые не могут жить без моральной боли, чтобы она мучилась. И эта история накажу тебе, мама, потому что ты меня когда-то так наказала. И это ты об этих людях, это вообще отдельная категория людей, которых надо вывозить в отдельный город, создавать для них какую-то планету, чтобы они никого не трогали, обычных людей. А вторая категория парней, это обычные, неуверенные ребята, которые ничего плохого не хотели. Они не хотели ничего, просто... Они хотели раскрепоститься и научиться общаться. И они, скорее всего, не навредят, потому что если у них большой комплекс, они не смогут проникнуть глубоко, их природа остановит. А вот такие маньяки, целенаправленные разрушители, они будут долбить, причем еще будут добивать определенным образом морально. И вот этих вот уродов, их, конечно, надо отсеивать. Но тут надо понимать, что вообще в целом тренинг по пикапу, это по большому счету иллюзия. Это такая же иллюзия, как тренинг для женского соблазнения. Сбуди себе там кого-нибудь там... Кого-нибудь тигрит, освободению хоть кого-то. Да, это история для людей с низко самооценкой. Но просто в теме пикапа попадаются именно такие больные люди, которые хотят издеваться. Ну, ты согласен с тем, что абсолютно не любая девушка может стать жертвой пикапера даже самого продвинутого? Вот здесь как раз к фишкам. Да. Конечно, нет. Девчонки, не думайте, что там есть какие-то гипнотические техники, на которые вы можете повестись, и вам не надо смотреть в глаза, вам надо смотреть в пол и так далее. Нет. Там нет ничего, кроме очень простых базовых вещей. Не бойся, что тебе откажут. Если тебе откажут, это не значит, что ты дурак или там конченый парень. Это прокачка самооценки. Второе. Просто будь там настойчив. Будь, я не знаю, это я так вот на вскидку… Женское «нет» означает «может быть», а «может быть» означает «да». Прояви упорство. И самое единственное, что можно сделать из этих фишек, это то, что попытайся понять, что ей нужно. Да, если ей нужна теплота, поддержка, ну и оказывай эту теплоту и поддержку. То есть там нет чего-то такого сверхвыдающегося, за что люди должны платить деньги. По большому счету, вот мы с Викой в перерыве говорили, что история про женские тренинги, что история про мужские тренинги, вообще любая тема с самооценкой – это история, которая не нуждается в каком-то специализированном тренинге по прокачке чакры. Если ты очень хочешь пойти на какую-то групповую историю, то это либо групповая психотерапия, либо это просто банальные недорогие актерские курсы в своем городе. Вот если ты живешь в каком-нибудь городе, в городе там Урюпинск, я не знаю, да, где там 10 тысяч населения, найди какой-то кружок театральный, если ты социофоб, если тебе тяжело общаться с парнями или с девчонками, не надо смотреть вот этих идиотов в Ютьюбе «Как снять девушку». Да, это же Ютьюб, это не та история. Это не Библия, это Ютьюб, да. Иди просто в обычные актерские курсы, побудь апельсином, побудь шваброй, построй рожи на сцене. Снимите зажимы, да, и все. Да, и ты на самом деле будешь знакомиться с любой девушкой, говорить любой тост, поддерживать в любой компании, если ты хорошо расхочегаришься в актерском мастерстве. Это правда. И все, и не надо платить за это деньги и считать пикап каким-то секретным секретом, который позволит тебе завалить по Мэлу Андерсу. Да нет, конечно. Давай к психологическому портрету жертвы. Вот каким девочкам реально стоит опасаться пикаперов, понимая, что они могут попасть под раздачу? Кто жертва для девчонок? А здесь надо понимать, что если у тебя были проблемные отношения с отцом, и ты чувствуешь себе вот эту потребность в отце, чувствуешь себе потребность в заботе, а это фактически каждая вторая девчонка, чувствуешь себе болезненность, что тебя бросит, как бросил папа. Метафора, да, что он ушел из семьи, или он ушел к другой женщине, или там сестра, еще что-то. Если ты чувствуешь, что у тебя это будет больно, просто постарайся быть повнимательнее. Как правило, задача же вот этих вот маньяков, если мы говорим про пикап, это секс. И они не будут играть в долгосрочную игру, если это слишком накладно, если это слишком долго. Ну как бы если девушка не дает, это плохая девушка, надо идти дальше. Ну, по большому счету, если на тебя поспорили твои однокурсники, то, скорее всего, если ты будешь их мариновать долго-долго-долго, скорее всего, кто-нибудь сольется, ты об этом узнаешь, ну и так далее. Если это просто история знакомства в парке, и если ты не против, то это уже совершенно другая история. То есть суть пикапа – это вообще спор, я уже говорил об этом. Просто тут много иллюзий каких-то непонятных. А по поводу жертвы, очень внимательно и очень аккуратно, девчонки, если у вас есть психологическая потребность именно вот в отце в заботе. Потому что если туда пролетит, ты не представляешь, как потом тяжело девчонок раскрывать заново. Потому что у меня очень много девчонок было, у которых были проблемы с отцом, проблемы именно в семье. Встретился, вот как снайперский выстрел, встретился Жоров в нужное время, в нужном месте. В нужное время, в нужное место, который не имеет никакого отношения к пикапу. Он ей говорил, какая она чмо, какое она это, и что без него она вообще никуда, только он с ней может. А потом, и вот он забивает последние гвозди таким поведением в ее самооценку, и она уже не может ничего. То есть вот как-то, знаешь, вот у девчонок с разрушенной вот этой вот потребностью, да, вот с этим отцовскими отношениями, они прям притягивают дебилов. Вот ты не представляешь. Да, представляю. Это какая-то вот, это прям, это мистика. Они прям их тянут. Называется, добейте меня. Но в этом есть что-то хорошее, в том плане, что у тебя был... Это способ научиться. Да, да, да. Но они не все это понимают. Да. Это у тебя был незакрытый там гешталь, да, или как угодно это можно назвать с отцом. Ты имеешь возможность разрешить этот конфликт в отношениях уже с другим мужчиной. Ты абсолютно права. Я об этом только вчера говорил на занятиях. Но проблема в том, что вот ты говоришь про неврозы фундаментальные. Нам посылают вот наша биология этих людей как опыт для того, чтобы понял, в чем твой косяк. Но проблема в том, что большинство людей этого не понимает. И им нужны консультанты таких, ну, которые в этом разбираются. А они думают, что у них просто череда проблем. Нет, это не так. И вот этой девочке с разрушенными отношениями с отцом, с этой потребностью, ей посылают таких идиотов, чтобы она научилась, чтобы она это анализировала. Но, к сожалению, 90% случаев они просто разрушаются и ничего хорошего не происходит. К сожалению. Ну, видишь, как, да. А я вот сейчас ты говорил про спортом на ящик пива трех друзей. А я подумала, блин, почему на меня никогда никто не спорил? Это было бы такое приключение. Ну, не знаешь, а может быть. Может быть, ну, как бы, да. Ну, здесь надо с девчонкам нашим сказать, что не надо теперь впадать в паранойю, что теперь все парни нет. Потому что бывают и такие случаи, что пришел абсолютно благородный парень. Он просто приехал из, там, какого-нибудь города России. Он прочитал эту красивую рекламу. Он пошел прокачивать свои навыки. И он абсолютно не хотел. Он увидел девушку в кафе, начал проявлять внимание. А она на него клеймом. Он вообще ничего плохого не хотел. Он хотел какой-то долгосрочности. Он пытался на нее повлиять. Он попытался произвести впечатление. Читал какие-то книги, думал, что ему это поможет. То есть тут надо очень понимать, что не все парни в этом смысле имеют желание тебя разрушить. А вообще, да, в заключение я хочу сказать, на самом деле, в защиту пикаперов. И если тебе, девочке, попался пикапер, в этом есть что-то хорошее. Мало того, что это урок жизненный, классный, ценный опыт. Будешь потом внукам рассказывать. Ну, будет же, что вспомнить. Это яркие впечатления, воспоминания по-любому. Даже если он слился после секса, получив свое, в этом тоже есть плюс. Он не занял много твоего времени. Ну, сколько он занял? Ну, месяц, да, полтора. А слился, все, слился очень хорошо. Твой мужчина от тебя не уйдет, поэтому, ну, порадуйся, что у тебя были яркие приключения, что ты не потратила слишком много времени, и не надо застревать в этих переживаниях надолго. Но я как психолог реплику. Если он слился после первых отношений, а, не факт, что это был спор, б, не факт, что это был пикап, ты могла просто не понравиться, как и любой человек, это дело вкуса. И самое главное, никогда, никогда не принимай на свой счет, что если ты, если парень пропал после вашего секса, то ты какая-то плохая. То у тебя что-то не так, у тебя что-то не это, и ты какая-то ничтожество. Никогда не пытайся принимать эту ситуацию внутрь себя. Представь себе, что это просто дело вкуса. Я просто не понравилась, а ему стыдно мне об этом сказать. Я просто не во вкусе. Я же тоже люблю не все фрукты. Или я тоже люблю не всех людей. Просто парень оказался не очень тактичным, в том смысле, что он не тактично не смог мне сказать, что я просто... По-английски ушел, да? Да, он просто ушел именно вот так. Но самая большая задача, девчонки, не берите на свой счет слова парней. Это просто звук, который издан каким-то парнем. Это не характеристика вас. Это не характеристика, что ты такая и такая, и никто тебя больше туда и туда не хочет и не будет, кроме меня. Это просто мнение какого-то человека. Не берите это на свой счет. И не стройте себе и таких вот фантазий, что теперь все парни плохие и так далее. Бывают абсолютно искренние желания. Поэтому не надо... Обобщение делать не надо, да? Обобщение делать не надо, но и не надо брать на свой счет, если не получилось. Конечно. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. И на мой канал комментируйте наши видео, предлагайте темы, которые вам интересны, и мы их обсудим. Пока-пока. Пока. Пока.